Здравствуйте! Прокурор – это представитель со стороны обвинения во время судебного разбирательства. Он занимается сбором сведений, которые бы указали на виновность подсудимого, собирает непосредственные улики, опрашивает свидетелей, разрабатывает логические цепочки случившихся правонарушений. Граждане нашей страны и всего мира обязаны жить, соблюдая законы, но законодательство, к сожалению, знают далеко не все. Вот именно поэтому появилась необходимость такой должности, которая поможет соблюдать закон о послушании и добропорядочность населения. В противном случае в ход идет прокурорская работа. Это программа «Прокурор в теме» и заместитель прокурора Кировского района, советник юстиции Андрей Юрьевич Чудайкин сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Ну что же, поговорим о вашей работе, о вашей роли. Так вот, каков правовой статус прокурора в уголовном процессе? Расскажите, пожалуйста. Положение федерального закона о прокуратуре предписывает прокурорам обеспечивать верховенство закона, единого правопространства страны. Также нам предписано укреплять закон, защищать права и свободы человека и гражданина, также охраняемые законом интересы общества и государства. Поэтому, когда прокурор вступает в дело, он делает это прежде всего в уж указанных мной целях, а также для обеспечения соответствия законам действий и решений участвующих в деле лица и законности и обоснованности судебных постановлений. Андрей Юрьевич, ну скажите, пожалуйста, все-таки какова миссия прокуратура и вот как участника именно уголовного судопроизводства? Здесь следует отметить, что в современных условиях, то есть правозащитная деятельность органов прокуратуры занимает особое место в процессе реализации конвенционных норм. Вот именно от профессионализма и принципиальности органов прокуратуры зависит эффективность защиты прав и свобод человека и гражданина, а также вопросы борьбы с преступностью. Поэтому полномочия прокурора по защите интересов граждан, общества и государства реализуются прокурорами в различных формах. К ним относятся не только участие прокурора в уголовном судопроизводстве, а также, например, предусмотренные нормами гражданского процессуального законодательства и административного судопроизводства возможности выступать в защиту прав интересов лиц, которые, например, по состоянию, здоровью, возрасту, недееспособности самостоятельно не могут защищать свои права. Вот. И следует отметить, что такая функция в деятельности органов прокуратуры является весьма востребованным инструментом, поскольку, действительно, зачастую только возможность обращения в суд может послужить активным, то есть весьма способом для восстановления нарушенных прав граждан. Но вот все-таки насколько активно прокуроры реализуют свои процессуальные полномочия по защите интересов граждан, общества, государства? Ну, здесь можно сказать, что с точки зрения правозащитной функции участия прокурора в различных видах судопроизводства, следует сказать, что является весьма важным направлением. И в зависимости от отрасли законодательства и от вида процесса, в который вступает прокурор, соответственно, его полномочия имеют определенный объем. Вот. Но это все ни в коей мере не умаляет функции прокуратуры. И в любом случае, то есть вся правозащитная деятельность органов прокуратуры направлена на восстановление прав и свобод граждан и на необходимость, то есть вынесение законных обоснованных судебных решений. Но вот все-таки, как вы считаете, усилия органов прокуратуры, они должны быть направлены в первую очередь на уголовный процесс или все-таки участие прокурора в равной степени должно быть важным и для гражданского процесса, и административного судопроизводства? Здесь я могу сказать, что здесь функция органов прокуратуры направлена на все процессы, которые вы, в принципе, сказали. Поэтому именно в правозащитной роли прокуратуры важны все данные направления деятельности. Ну, а все-таки каковы особенности, наверное, поддержания государственного обвинения по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении к несовершеннолетним? Здесь следует отметить, что, безусловно, то есть эта категория дел имеет свои правовые, организационные даже зачастую, то есть психологические особенности, вот, потому что преступления, совершенные как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних, как правило, приобретают определенный общественный резонанс. Вот, и здесь, как на досудебных В стадиях уголовного судопроизводства именно при расследовании дела, так и в ходе рассмотрения дела в суде по существу, здесь особое внимание уделяется установлению причин и условий, способствуя к совершению несовершеннолетнего, либо в отношении него преступления, а также влиянию на него взрослых лид. Соответственно, в случае совершения преступления несовершеннолетним либо в отношении несовершеннолетнего прокурор должен проанализировать деятельность органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных многочисленных органов организации, например, в частности, в сфере образования, здравоохранения, организации досуга несовершеннолетних, органов охраны общественного порядка и безопасности. И, соответственно, в случае выявления недостатков в их деятельности, которые в том числе повлекли совершение несовершеннолетних в отношении его преступлений, органы прокуратуры принимают к ним соответствующие меры прокурорского реагирования. Это в каждой конкретной ситуации. И также прокурор проверяет соответствующие органы учреждения профилактики, которые контролируют поведение законных представителей, либо родителей несовершеннолетнего, и оценивают их с той точки зрения, то есть надлежащим образом, либо ненадлежащим образом они исполнили свои обязанности. Действующее законодательство у нас предусматривает как уголовную, так и административную ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей, либо контролю за их поведением. В частности, уголовным кодексом у нас предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершении преступления, либо за вовлечение в совершении иных каких-то антиобщественных деяний. Отдельная статья уголовного кодекса посвящена неисполнению, либо ненадлежащему исполнению родителями, законными представителями, либо органами и организациями, которые должны контролировать поведение несовершеннолетних, своих обязанностей по воспитанию, если это деяния были сопряжены с жестоким обращением по отношению к несовершеннолетним. Что касается уголовного процесса, то к числу правовых особенностей рассмотрения дел судом с участием несовершеннолетних также следует отметить особый правовой состав участников судопроизводства. Здесь в данном случае к участию в процессе привлекается педагог, либо психолог. То есть вот и все непосредственные действия, вот допросы, допросы как потерпевших, так и подсудимых, производятся с его участием. Также действующее законодательство позволяет не вызывать в суд для допроса несовершеннолетних потерпевших, либо свидетелей, если обвиняемую на досудебной стадии уголовного судопроизводства была дана возможность каким-либо образом оспорить их показания, в том числе при проведении очной ставки. Но если сторона защиты возражает против оглашения их показаний, суд признает все-таки явку несовершеннолетнего для допроса в качестве света или потерпевшего обязательной, вот также суд по ходатайству государственного обвинителя может ходатайствовать о допросе данных несовершеннолетних лиц в отсутствии подсудимого. Скажите, а много на территории вашего района было совершено преступлений? Ну, давайте будем говорить об этом годе, вот именно с участием несовершеннолетних. Ну, если провести статистику, то за первый квартал этого года, за первый квартал этого года, то есть несовершеннолетним лицам у нас было совершено 7 преступлений против 16, если брать, за 2021 год. Поэтому на данный момент на территории района идет тенденция к снижению подростковой преступности. Ну, хорошо. Каковы особенности участия прокурора в судебном разбирательстве от уголовного дела именно с досудебным соглашением о сотрудничестве? Здесь следует отметить, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключается между прокурором и подозреваемым либо обвиняемым лицом вот еще до стадии судебного разбирательства, а именно в ходе предварительного следствия. Вот. Эта, соответственно, процедура оформляется отдельным процессуальным документом. Вот. В данном процессуальном документе, то есть излагаются конкретные действия, конкретные действия, которые должен совершить подозреваемый и обвиняемый, вот, для того, чтобы способствовать раскрытию и расследованию уголовного дела. Вот. И, соответственно, по результатам предварительного следствия, при изучении уголовного дела прокурор уже оценивает, насколько обвиняемый и выполнил условия, которые были предписаны досудебным соглашением о сотрудничестве. И в случае, если он их выполнил, то соответствующим ходатайством уголовное дело направляется в отношении него в суд. В дальнейшем, в ходе судебного разбирательства, также государственный обвинитель оценивает, вообще, то есть обоснованность данного ходатайства и пределы его, вот, выполнение подсудимым вообще. Вот. Учитывается роль подсудимого раскрытия и расследования преступления, изобличения других участников преступления. Какие меры, то есть также принимались к розыску имущества, добытого преступным путем. Также учитывается обстоятельства, смягчающие, отягчающие наказание, а также обстоятельства, характеризующие личность подсудимого. Вот. Поэтому, безусловно, в данном виде, то есть процесс, процесс также важна, весьма активная роль государственного обвинения. Это мы сейчас говорим о том, что чистосердечное признание, да, смягчает вину, и сотрудничество между подсудимым и прокурором, ну, то есть, да, это какая-то посильная помощь в расследовании? Ну, если говорить про признание вины, я вкусповины, то все-таки досудебное соглашение сотрудничества немного шире, шире, то есть, безусловно, этого понятия, поскольку, то есть, кроме признания вины, признания вины, то здесь уже обвиняемым необходимо выполнить еще ряд различных иных действий, действий, то есть, чтобы способствовать органам предварительного следствия раскрыть преступление. Ну, соответственно, конкретный перечень действий, которые он должен выполнить, он индивидуален и учитывается в зависимости от обстоятельств совершения преступления. А насколько, если преступник идет на сотрудничество такое, о чем мы с вами говорим, насколько может у него сократиться срок? Ну, соответственно, уголовно-процессуальным законодательством у нас рассмотрение дела с досудебным соглашением сотрудничества вынесено в отдельную главу, в отдельную главу, вот, и, соответственно, наказание назначается уже в пределах санкций, в пределах санкций, которые, то есть, также предусмотрены. Вот, ну, это все зависит также от категории преступления и от наказания здесь, поэтому в любом случае индивидуальный подход идет, но, конечно, наказание сокращается существенно. Хорошо. Сильные, какие прежде всего нужны для прокурора профессиональные и личные качества, вот, все-таки, для эффективной работы именно в судебном процессе? Ну, здесь следует сказать, что чем выше уровень нравственной, то есть, культуры работников органов прокуратуры, то, безусловно, тем эффективнее он выполняет свои служебные обязанности и, тем более, ну, более ответственно относится к процессу и результату своей деятельности. Потому что именно по выступлению прокурора в суде, в суде, вот, граждане и общество оценивают вообще, то есть, правозащитную функцию органов прокуратуры, вот, и то, насколько органы прокуратуры следуют гуманистическим ориентирам. Вот, прокурор выступает в суде от имени государства, поэтому его поведение, слова и вся речь должна соответствовать, соответственно, ну, самым высоким стандартам. Вот, это подразумевает высокий уровень как правовой и общей культуры, а также владение, ну, основами психологии, приемами ораторского мастерства, поскольку все вот эти качества, которые я указал, они важны вне зависимости от процесса, вот, будь то это уголовный процесс, административный суд, либо гражданское судопроизводство. — Расскажите, пожалуйста, о своем личном опыте, как вы готовитесь к выступлению в суде? — Ну, здесь следует сказать, что, безусловно, перед поддержанием государственного обвинения мной детально изучаются материалы уголовного дела, вот, выясняются все обстоятельства совершения преступления, вот, в первую очередь, конечно, учитываются обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, вот, все смягчающие и отягчающие обстоятельства, вот, его роль в раскрытии и расследовании преступления, также немаловажным фактором является возмещение ущерба, причиненному преступлению, вот, насколько заглажены права потерпевшего подсудимого, вот, и, соответственно, когда все данные обстоятельства исследуются в суде, в суде, вот, в зависимости, ну, от порядка исследования доказательств, вот, с учетом всех обстоятельств, которые я указал, уже, ну, поведение подсудимого, его отношение к предъявленному обвинению, это, безусловно, это, безусловно, также влияет на вид и размер назначенного наказания, вот, уже с учетом всех этих факторов уже принимается решение о том, какой вид и размер наказания предлагать в суду, в суду, вот, опять же, по итогам судебного разбирательства. А вы лично общаетесь с подозреваемым, с преступником уже до выступления в суде? Если... Или необходимо? Ну, нет, безусловно, общение присутствует, поскольку, если обвиняемый не содержится под стражей, не содержится под стражей, то на стадии утверждения обвинительного заключения, либо обвинительного акта, прокурор организует вручение данного процессуального документа, лично обвиняемым, вот, ну, и, как правило, также в момент вручения данного процессуального документа происходит определенное общение, то есть, ну, и предварительное, конечно, выяснение его позиций, вот, насколько оно соответствует действительным материалам дела, которые были предоставлены для изучения. Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, а сложно ли оставаться беспристрастным? Я сейчас не буду использовать слово равнодушным, наверное, и нет, а вот именно беспристрастным, когда идет и обсуждение в суде, и вынесение приговора, я в плане ответственности, вот, личного человеческого отношения. Ну, здесь, безусловно, нужно учитывать все аспекты, все аспекты совершенного преступления, вот, и, в первую очередь, конечно, руководствоваться внутренними убеждениями, вот, совестью и основами справедливости в данном случае, вот, поскольку любое наказание, которое предлагает сторона обвинения, должно в любом случае, то есть, служить целям исправления осужденного, предупреждения о совершении новых преступлений, вот. Все-таки роль прокурора в защите прав граждан и интересов государства в сфере уголовного судопроизводства, вот, давайте поговорим на эту тему. Здесь следует сказать, что роль прокурора в уголовном судопроизводстве весьма значительна, поскольку прокурор осуществляет назор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования еще до суда, до суда, вот, и, соответственно, принимает меры к устранению выявленных нарушений, а также их предупреждению. Вот, наряду с этим, наряду с этим до начала судебного разбирательства, при производстве предварительного расследования, прокурор участвует, участвует при рассмотрении в суде ходатайства, ограничивающих конституционные права граждан. Ну, в частности, к данному виду ходатайства следует отнести ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых либо обвиняемых, вот, об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий, вот, вопрос о внесении залога, а также при рассмотрении вопросов о доложении ареста на имущество подозреваемых обвиняемых, вот, с целью последующего либо возмещения ущерба потерпевшим, либо возможности исполнения наказания в случае его назначения судом. Поэтому здесь следует сказать, что для прокурора одинаково важно, чтобы в равной степени были соблюдены права всех участников судопроизводства, то есть как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. И опять же, в судебных стадиях уголовного судопроизводства прокурор отстаивает публичный интерес, как я уже сказал, потому что он выступает от имени государства. Поэтому, если сторона защиты представляет интерес конкретного подсудимого, либо обвиняемого на стадии следствия, здесь прокурор выступает от имени государства. В ходе рассмотрения дела по существу, стороны обвинений защиты, соответственно, предлагают исследовать свои доказательства, которые были собраны на досудебной стадии производства. Вот суд, в свою очередь, уже оценивает все представленные доказательства, как с точки зрения стороны обвинений, так и с их стороны защиты, не вставания на одну из сторон. Здесь, в данном случае, роль суда заключается в том, чтобы не принимать ни сторону ни обвинения, ни защиты. В ходе разбирательства обеспечить возможность реализации сторонам их парциальных обязанностей, гарантировать соблюдение прав лиц, которые участвуют в ходе судебного разбирательства. Также немаловажным аспектом прокурорской деятельности при поддержании государственного обвинения является обжалование судебных постановлений, которые выносятся как на досудебной стадии судебного разбирательства, так и уже непосредственно в ходе разбирательства в суде по существу. Это право реализуется путем принесения апелляционных либо конституционных представлений в суды вышестоящей инстанции. Также следует сказать, что данное право полностью предоставлено стороне защиты и не может быть каким-либо образом ограничено. Но это может быть здесь к вопросу о практике возвращения уголовных дел прокурору. Расскажите вообще об этом понятии поподробнее и как часто происходит возврат. Да, действительно, такая практика безусловно имеется, поскольку по закону прокурор должен нести полную ответственность за результаты уголовного преследования лица. И он призван использовать все предоставленные ему полномочия для устранения препятствий и обеспечения належащего рассмотрения уголовного дела в суде. Право возвращения уголовного дела прокурору предоставлено судам как первой, так и апелляционной и конституционной инстанции. Уголовно-порциальный закон предусматривает обязательные условия, то есть при которых возвращается уголовное дело прокурору. То есть это именно тогда, когда при расследовании уголовного дела либо при рассмотрении уголовного дела по существу были допущены такие нарушения закона, фундаментальные, которые препятствуют суду рассмотреть дело по существу. И поэтому целью процедуры возвращения дела прокурора является не восполнение неполноты, либо пробела в следствии, а лишь, то есть действительно, устранение таких препятствий к рассмотрению дела, чтобы они потом в последующем не повлияли на вынесение законного и обоснованного судебного решения. В частности, можно сказать, что одним из самых распространенных оснований для возвращения уголовного дела прокурору является нарушение, допущенное при составлении обвинительного заключения либо обвинительного акта. Андрей Юрьевич, а способствует ли государственный обвинитель соблюдению разумных сроков при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции? Вопросы соблюдения разумного срока уголовного судопроизводства у нас действительно сейчас приобретают все большую актуальность, но это обусловлено тем, что все участники уголовного процесса, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с расследованием уголовного дела и его судебным рассмотрением, должны иметь право на своевременное восстановление их прав и на своевременное рассмотрение дела по существу. С целью недопущения нарушения положения разумного срока уголовного судопроизводства в уголовно-проциальный кодекс введена соответствующая статья 6 со значком 1, которая как раз-таки и закрепляет необходимость соблюдения разумного срока уголовного судопроизводства. Критерии соблюдения разумности судебного разбирательства, в частности, установлены у нас Европейским судом по правам человека. К ним следует отнести, в частности, можно выделить такие критерии, как сложность рассмотрения дела, это, опять же, поведение участников уголовного судопроизводства, как потерпевших, так и обвиняемых, а также, какие конкретные действия совершаются государственными органами, и как их действия влияют на оперативность рассмотрения дела, на своевременные истребования и доказательств. По уголовным делам, где обвиняемые или подсудимые содержатся под стражей, то, безусловно, соблюдение данного принципа является очень важным. При рассмотрении, если говорить о судебных стадиях уже уголовного судопроизводства, то при рассмотрении дела суд, в первую очередь, конечно, должен дисциплинировать всех участников процесса, чтобы их действия не повлекли необоснованного затягивания срока рассмотрения дела по существу. Также приказ Генерального прокурора Российской Федерации об участии прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства предписывает государственным обвинителям не только способствовать принятию судом законного, обоснованного и справедливого решения, но также соблюдать требования о разумном сроке уголовного судопроизводства, в том числе и при рассмотрении уголовного дела по существу в первой инстанции. Поэтому в случае уклонения участников уголовного судопроизводства от явки в суд, то в данном случае государственные обвинители, как правило, ходатайствуют о применении к ним мероприциального принуждения, в частности привод, либо наложения соответствующих штрафных санкций. При необходимости также суд может истребовать сведения о причинах неявки лиц, сведения о состоянии их здоровья, чтобы определить причину их неявки. Кроме того, если в ходе рассмотрения дела выявляются иные какие-то обстоятельства, которые затягивают судебный процесс, органы прокуратуры также могут применять меры прокурорского реагирования по фактам длительного производства судебных экспертиз, несвоевременно доставления подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, содержащихся под стражей конвойной службы в суд, для того, чтобы были обеспечены их права на непосредственное участие в судебном разбирательстве. Кроме того, если в ходе рассмотрения дела по существу выявляются также, как я сказал, эти вышеуказанные обстоятельства, суд уполномочен вынести частное постановление, либо определение, в котором также указать, что данные действия, либо бездействия государственных органов, организаций, также влияют на своевременное рассмотрение дела. Ну что ж, спасибо вам большое, наше время подошло к концу, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Прокурор в теме», всего хорошего, до свидания.